Павел, нам известен, кем он был, его биография, как он обратился, он минимум три раза рассказывает, рассказывает об этом. Это нам образец, когда, конечно, есть что рассказать, а не мы, мы, ты, ты становился, еще и нет, еще и не было. Вот я делал занятия, это Господь делал так, расположение начальников, больших, бизнесменов, банкиров, ректоров, военных, депутатов, мэра города, губернатора, ну то есть в пределах нашего региона мне были знакомы практически все. Я три радиопрограммы вел еженедельно, одна, как говорят, онлайн, часовая была. Я потихоньку разговариваю, заговорил, как-то в трамвае еду, гляжу, люди заоборачивались, мужчина встал, подошел, а это вы по радио говорите? Как я встретился с вами. То есть по голосу, чуть-чуть услышанному знали, они имели, ну, очень большой авторитет, очень большой. Вот одна у нас обратилась к Богу, я вступление сделаю. И стала ходить, Чернявская Александра Ивановна и муж ее, инвалид Отечественной войны, Иван Семенович. А там дача с одной, и она как только, а у нас вторник, пятница, занятия с 18.00, два часа, 410-я аудитория, корпуса В, АГТУ. И она опять собирается на дачу, а та не выдержала, соседка-то ее, Маргарита Зверева, и говорит, слушай, ты куда идешь? Про тебя уже все говорят, бросаешь огород, едешь, вы же не с сектой какой-то связалась? Она говорит, нет. Ну, а куда идете? Да так у нас тут дела такие, и дела, скрываешься. Она говорит, я иду слушать, слава Божие, у нас такие интересные занятия идут в университете. Она говорит, идут. Если бы там проповедник один есть, он бы был там, я бы пошла. А кто? Да лапкин, Инатий Тихонович. Так он как раз и ведет занятия. Да что ж ты наделал, все лето ходишь, как партизан какой, все скрыло. Да я сегодня все бросаю, еду и подруг своих соберу. Вот, понимаешь, это, конечно, приятно, все, и они сам отходить в церковь, приводить людей. И потом кто-то сказал, вот приходят люди разные и уходят. Другие остаются. Но можно у них интервью взять-то? Тогда я сказал, все, кто желает, напишите. Мы это отпечатаем. И будут люди знать, а что книги будут, и в книгах это будет. А много было людей, которые приходили, но не члены общества. Прям сотрудники краевой администрации, КГБ, городской администрации. То есть люди не нашего уровня, но мы уже остановились на этом. И люди стали приносить. И они настолько писали, вот в деревне одна у нас тут, это жена старосты. А отец-то, когда узнал у них, да это вам Игнатий написал, а вы только подписались. Я, говорит, я писал, а даже не здесь. То есть настолько похоже, и написали не два человека, а три, а 84 человека. Это 15-16 том открытым оком. Отсюда делай вывод. Вот священники где-то служат. А просто как они обратились, как познакомились, как стали православными, и что было за это время, и какое состояние. И все это описано. Запомните, 15-16 том. Я бы задал вопрос тем священникам, как Смирнов, и другие, которые были там с Чаплин. Вот такой же вопрос дайте вашей пастрю. Ваша пастрю, вот это не моя, у вас больше людей. Я не священник, я постоянно подчеркиваю, у меня нет гуманитарного образования и религиозного. Просто я 58 лет у ног Христа просидел. И он каждый день меня отправлял на труд. Ну, люди, когда считают, они просто забывают себя. Одна такая болящая. Звонок ей из Америки. Книги-то он выписал, а теперь стал считать, и его тронуло. Он, это вы, Мария Яковлевна, у нога его. Да, я. А вы кто? А я в Америке, мы баптисты, то другое. Баптисты? Да что ж ты там-то в стекте застрял-то? Ты в православную веру приди, да познай. Мы начали разговаривать. Вы о том, что писали, а там дается телефон и адрес. То есть у нас нет секрета никакого. Это вы сами писали. Бабка. Да, сама писала. Дочь моя ходила на занятия, и я стала бояться, куда уклониться. Пришла, да там и осталась. У нас это было. Я все это с одного места на другое, потому что в совокупности будет видно, как. Так, одна душа. Встретились мы с ней, стали беседовать. Бакланова Антонина Георгиевна. Когда на суде было, вот суд у меня был, а насчитал я не худо-бедно, 50 томов книг и интервью, примерно 2,5 тысячи часов. Представляешь, такое сокровище, еще не распечатанное. И когда на суде это дело дошло, оказалось, она единственная, которая все до конца прослушала. Все. А почему она не спала? Я ее с сонной не мог заходить. Она беспризорная была. Муж ее выгнал. Она через топор перепрыгнула только. Он привел в дом, молодую жену, и трое детей отнял, и все. Потом, как она ее допрашивали, и мы с ней познакомились. Она принадлежала к ИПХ, истинно православные христиане, подпольщики, Тихоновцы. Эту церковь, власть они не признавали, без паспорта живут. Паспорта нельзя, это печать Антихриста. Мы с ней познакомились, она и паспорт получила. Когда узнали, она активная была. А главный центр был у них в Тамбове. Я ее везде брал, куда ездил. Ей было 75 лет. Мне 30 примерно, так с чем-то. Ее ответом удивлялись. Она среди ее была, где с сектантом, пятидесятником ездили, приглашали нас, адвентисты седьмого дня, Караганда. Послушание ее было отменное. Если я сказал слово, я никогда ее не проверяю. Сказал слово, все, уже оно будет выполнено. И бывало у меня несогласие, какие с женой она из старообрядцев, она из нее все время вылазит, недовольство там где. И она и Надю-то любит, и меня, и она между двух как огней. И она все, знаете, какое мне это страдание. Вот она на работу, я сторожу, она пришла, наставник. Я хотела к друзьям съездить, пусть с Альменко. Тетя Тоня, вы недавно там были, не надо времени. Ничего, я просто спросила, так я поехал домой. Она никогда не спорила, никогда ничем не огорчала. Ее увидели, когда узнали биографию, что она беспризорная, и здесь живет. И вывели ее в сене, и давай ей деньги давать. Она говорит, я взять не могу, нельзя. Как нельзя? Игнатий сказал, нигде ничего не брать, можно только давать. Да он и не знает. О, да какие наши отношения, если я от него прячусь. Он сказал, если хоть что-то возьмешь, сразу езжай куда хочешь, со мной ты больше не будешь. И они сразу руку отпустили. Ты слышишь меня хорошо? Примени к себе. У тебя отношение будет другое, и будешь бегать не расширагиво, подпрыгивать будешь, как рядом сидящий с левой стороны. И вот, та пришла, услышала, стала членом церкви. Они написали о себе. И это же самое можете, я не издаю сейчас книги, я умею, Бог дал мне талант отрезать. Вот стихи у меня были, за 9 лет, 9 лет, 3467 стихотворений. Люди не знают, а что это, цифра, цифра. Это за 9 лет. Да каждое стихотворение, 9 куплетов, 9 и 4, 4 строчки в куплете, 306 эпиграф из Библии, это 4 тома по 800 страниц, и на одной строчке занято. Все. Это за всю жизнь издали стихов. А добавят 1 куплет, и стихотворение считается. У Пушкина, Лермонтова, Некрасова и у Блока, 4 вместе взятых меньше, чем за 9 лет. Почему? И у меня сохранились записи, первые я на бумаге, ни одной помарки нигде нету. Все стихи с чистого листа. Это нельзя все это пересказать. Я даю вам знать, когда будете говорить, и что вы считали, и что было, и что привлекло. Себе я ничего не переписываю. И в один из дней я сказал, все, больше не пишу. А рука еще сама тянулась сколько дней, пока я полностью заглушил в себе. Проповедей говорил в среднем 4 в неделю или 8 полновесных проповедей. И вдруг за дура, стойка батюшки, когда нет, тогда я субботу, воскресенье еще скажу. И это отрезал. Выступал на радио, телевидение, это мне отрезали. Миссионерская поездка была внезапно, а раз и прекратил. Хотя прошел 120 тысяч километров. Вот любое, что мы делали, я умею вовремя остановиться. Почему? Открылось новое поприще. А то к памятнику Пушкина подошла одна, видно, бабка, и ходит вокруг. Александр Сергеевич, вот я стихотворение писал, и никак последнюю строчку не могу. А студенты заскакивают на пьедестал, а он стоит высоко, и целуют его, или смеются над этими. Александр Сергеевич, ну, кучу металла там, или бетона, еще вот сделанных. Так вот, сегодня, на сегодняшний день, как вам память позволит, скажите, как вы пришли к Богу, как познакомились с нашей группой, со мной, как пришли к святому крещению, и как вам видится будущее и намерение. Я думаю, начать с Вячеслава. С меня. Ты второй раз? Что второй раз? Ну, мы же так общались уже. Мало того, у тебя прошел год. Сколько время было? У тебя был там и Георгий Максимов, другие, батюшки, которые отпущены, а теперь связи, это считай, никакой нету. У вас большие, огромные изменения, вы сами говорите. Давай. Что было там, кратко, а остальное, более подробно, чего ни разу не было. Ну, вот так. Сидешь, секунду. Уверовал я, я уверовал, наверное, когда мне лет было 18, первый раз, тоже, я услышал, встретил человека, который исповедовал Святую Троицу, и я услышал, я еще толком не знал, что это означает, но я услышал, что оно что-то великое и сильное, которое перекрывает все мои знания, все, что я до этого делал. И этот человек так твердо сказал, говорит, я верую Святую Троицу, это дает мне силы. И у меня все разрушилось, я думать стал, что за Святая Троица. То есть, я понимал, что это сверх того, что это божественное что-то. Ну и вот так у меня началось изучение, я стал читать и тоже стал исповедовать Святую Троицу, всегда всем говорить, что я верую во Святую Троицу. Вот у меня началось с этого, ну плюс, конечно, были всякие события, которые меня привели к Богу, где я разуверился в собственных силах, понял, что мы во всем зависим только от Бога. И вот самое сильное закрепление этапа веры у меня было, это когда, конечно, я пошел в армию и Бог мне так сделал, что в армии я 9 месяцев болел. Болел, но это никак не влияло на то, что я делаю. То есть, я со всеми бегал, прыгал, занимался, но внутри мне было очень плохо. То есть, у меня была прям боль, слабость, вот это все горло, все очень плохо мне было. И поэтому у меня ничего не было, кроме молитвы. Я все время молился, молился, и Господь все время был ближе, чем тогда, наверное, Бога никогда со мной не было. Как будто, вот по ощущениям. То есть, всегда был Бог, буквально отвечал сразу на молитвы все мои. Это, видимо, я понимаю, сейчас была затравка. Но, по Евангелию, конечно, я еще не веровал. Я веровал, то есть, мне попались книги монашеские в основном, Архимандрит Рафаил Карелин. Я много хорошего узнал. Но я считал, что самое главное в жизни это молитва. То есть, ты должен постоянно молиться, но то, что евангельские заповеди, это исполнять на деле, я примера такого никакого не видел. Нигде. Хотя, я сейчас понимаю, что тогда, вот то, что я сегодня получил, тогда я это внутри чувствовал, что вот это правильно, но, смотря на окружение, я понимал, думаю, ну это все так не делают, верующие, православные. Наверное, я что-то не так понимаю. Я заклушил это чувство. Так вот, после армии я пришел, и у меня было много, ну, можно сказать, моя жизнь была вот такая, духовная, то есть, падение, потом я опять в храм начинаю ходить, начинаю опять читать, читать, нормально идет, потом опять падение, да, и взлет. И примерно так прошло лет 10, 8, 8 где-то лет, до 29 лет в таком состоянии я пробыл, и я начал понимать, что что-то не так. Я исповедуюсь, причащаюсь, хожу в храм, я читаю книги, все добротолюбие, Геннадий Бринчанинов, Исаак Сирин, Ефрем Сирин, всех просто святых отцов, все, что можно, перечитываю. Но жизнь моя не соответствует. Я там не грешу какими-то там, я не знаю, ну там, не как безбожник поступаю, я там каноны знаю, допустим, Георгий Максимов я тогда смотрел постоянно, и у него вот хорошие ранние труды есть, поместь, то есть, догматам церкви, по сектанству там всякому, вот он, какие, что ересью является, что не является ересью, вот он мне сразу заложил такие понятия, которые, что, если даже священник или епископ говорит какой-то, что-то, какую-то ложь или неправду, какую-то ересь, но если эта ересь не осуждена соборно, то его отлучать еще пока нельзя никак, то есть, ты не можешь его не поминать, там, еще что-то такое, хотя вокруг были, кружились люди, которые говорили, а, там, патриарх Кирилл, это еретик, он там обнимается с папой, ну, но Георгий Максим вбил такие понятия в меня, что это, не знаю, это еще не значит ничего, надо должно быть осуждено соборно, а самому по себе это решать и перестать поминать, там, или перестать молиться о нем, ты не можешь, вот это я за него благодарен, он многие хорошие вещи вбил, но жизнь моя, конечно, не соответствовала тогда нисколько, это я сейчас понимаю, я свою жизнь до того, как я уверовал по Евангелию, могу назвать только вот так вот, беснование с проблесками света, то есть, в принципе, ты мирской человек, на самом деле, то есть, ты в миру живешь, как мир, движешься миром, бреешься там, может быть, со всеми там, ну, с друзьями там пойдешь куда-то отдохнуть, даже можешь выпьешь где-то там, иногда редко, ну, это я, допустим, так, да, там все было, там, ну, не все, там даже выигры, компьютерные игры были, я это понимаю, что сейчас, что компьютерные игры, это хуже наркомании, курения, алкоголизма, потому что не ослуждаются обществом, никак, дети, дети сегодня, несколько грехов, в которые все дети погрязли, это компьютерные игры, матершины и рукоблудие, практически все дети, они смотрят интернет, и смотрят по видео, и всегда там попадаются им ролики, то есть, там так устроено в интернете, что там, как это называется, тиктоки, то есть, от блуда, то есть, от нормальной информации до блуда прям один клик, ты нажимаешь, и все, тебе пошел блуд всякий показываться, и любой ребенок, который не обучен, его сразу же, он, конечно, погибнет, ну, то есть, он в это завязывается, так вот, я исповедовался, причащался, то есть, старался, потому как я это верил, но я сейчас понимаю, что я, конечно, совесть свою перешагивал частенько, то есть, я сейчас анализирую, я понимаю, что я мог поступать не так, мог я там, здесь поступить по-другому, мог я здесь себя сохранить, мог здесь, совесть мне подсказывала это, но я какими-то себя оправданиями это отбрасывал, ну, так вот, наступил такой критический момент, что я стал задаваться вопросом, почему, если я согрел, как брешу опять, возвращаюсь, почему, может, я что-то не так делаю, может, я что-то не так понимаю, я стал молиться Богу, и когда я в храм приходил, я приходил, молился так, Господи, я ничего вообще не, я никто, ничто, я ничего не понимаю, хотя я все уже начитанный был тогда, и мне Господь нам такое утешение давал, я сейчас понимаю, что он мне показывал, правильно, ты ничего не понимаешь, то есть мне так хорошо было на душе, когда я перед бомбом открывался, то, что я говорю, я все не так делаю, все у меня не так, я перед ним вставал на молитвах, и говорил так, и мне было так хорошо на душе, что я понимал, что это какая-то правда, так вот, дальше пошло такое, я думал, что как, на меня выходили люди, из РПЦЗ, священники, и мне присылали материалы, об Русской Православной Церкви, Московской Патриархата, то, что она как основана, как она, ну, сколько преступлений там было, я это воспринимал, как искушение от сатаны, я думал, что ну это от сатаны, просто, чтобы меня отвратить от церкви, я все это блокировал, это ничего не давал, я думал, что в принципе, все священники, они нормальные, ну, они знают, что делать, у меня не было сомнений, нисколько вообще, но вот наступил момент, я смотрел, тогда начал смотреть Владимира Главина, я у него пересмотрел, наверное, ну, на тот момент, ну, десятки часов, почти все его, эти, ответы на вопросы, и вдруг началось на него гонение и обвинение, там был Георгий Максимов, среди обвинителей, Дворкин был, там, Новопашин, и я все, там, допустим, 10 пунктов обвинения, я видел, что 7 из них ложные, потому что я все смотрел, то есть, или такие, которые можно любого человека обвинить, ну, то есть, взять его, переформатировать, перефразовать, и для меня было это большое откровение, то, что священство может, лгать, то есть, может создаваться такие ложные, и для меня, я прям мучился, я думаю, как так, как так, ну, почему как, я стал молиться тоже Богу, и мне Бог так положил на сердце, я думаю, Бог, чтобы мне ролик сделать в защиту, ну, то есть, статью в защиту, там, где врут на него, ну, где говорят, написать, что вот, он говорил по-другому, он не это имел в виду, я это сделал, то есть, этот ролик, у меня прям распирало это, но тогда у меня самое главное, что слетели эти розовые очки, я увидел это происшествие, ну, вот это, что происходит, что не так все, как было нарисовано для меня, а я был патриот русским, патриотом, то есть, я считал, что воевать хорошо, если ты защиту отечества, это правильно, это святое дело, Александр Днеевский, там, я этим вдохновлялся, песни Жанны Бечевской, там, эти, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля, там, мы врага настигнем, по его же следу, там, Господом, Господа хваля, такие вот песни, я этим всем вдохновлялся тогда, я тогда еще не знал, что это все вопреки Евангелию Божию, но сама моя жизнь, вот она и показывает, что ты где-то ошибаешься, какое-то заблуждение имеешь, она показывает как, что тебя так или иначе в какой-то грех закинет, то есть, благодать Божия на тебе не пребывает, постоянно, тебя постоянно куда-то вытягивает, и вот это меня постепенно разъедало, 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 я начинал сомневаться, начал, я стал все чаще молиться Богу, чтобы Господь мне указал путь, такой, который я знал на 100% правильный, то есть, если, я прям так молился, Господи, дай мне 100% уверенность, что вот этот путь праведный, если я говорю вам праведный, я по нему пойду, я с него уже не вступлю, то есть, я чтобы знал, что это вот тот и есть путь, потому что у меня уже сомнения пошли разные, со всех сторон, тут это так, здесь я внутри себя не чувствую твердости, а изначально, когда я уверовал, я все каноны, все соблюдал, посты, а потом стал слушать, и я помню, и у меня такие уже были мысли, что, вот, я даже Игнатия Бринчинина слушал, он говорил, не пост для человека, не человек для поста, пост для человека, и мне сразу из-за этого, что если в принципе и хочешь, можешь посты нарушить, ничего страшного нету, не человек для субботы, а суббота для человека, ну, значит, можно и в воскресенье нарушить, в принципе, то есть, я неправильный вывод сделал, из этого всего, и я сейчас общаюсь с людьми, и я вижу, что они точно такие же выводы неправильно делают, читая это, у Игнатия Бринчининова, и у некоторых святых отцов, и слушая священников, они нарушают все это, эти предостережения, и вот тогда у меня это все накопилось, я стал понимать, что нельзя ничего нарушать, как будто я отделился от церкви, как будто у меня какое-то отделение произошло, что я себя почувствовал в полном заблуждении, и тогда был такой момент у меня, что я хотел согрешить очень сильно, но внутри я понимал, что это грех, и молился Богу, чтобы меня Господь отвратил от этого греха, и так вот, что было дальше, Господь меня отвращает от этого греха, и как это было, с Сергеем парализованным, мне стали попадаться ролики, и мне попался ролик Сергея парализованного, где он про себя рассказывает, как он попал в воду, сломал себе позвонки, и я вот эти деньги, которые хотел потратить на грех, я ему их перечислил, и я считаю этот переломный момент, я просто взял их, перечислил, все как отрубил, и мне стали попадаться ролики, это Игнатий Тихонович ваши, один, второй попадает в ролик, я смотрю, я помню, до этого я тоже видел о вас упоминание, у Георгия Максимова, то, что он говорит, что первый раз я услышал об этом, он сказал, ну, о вас спрашивают, и вы такой, что сидите, я помню, что я обычно все его ролики тогда смотрел, помню, что он говорит, ну, что-то про вас нехорошее сказал, но мне для этого вообще, я не послушал его в этом, я просто отбросил этот, я говорю, да ладно, думаю, какой-то стричок какой-то просто, что там где-то там, в какой-то Сибири, на меня не влияет, я его не смотрю, ну, что я буду смотреть про него, я ничего, никаких выводов не сделал, плохих, но я сейчас вспоминаю, я помню, что у меня, я на вас посмотрел тогда, мне сердце пора, ну, сердце у меня отликнулось, откликнулось, так вот, мне стали попадаться ролики, я стал смотреть, и мне как раз вот на мое мировоззрение сегодняшнее, а вы тогда говорили, обличали там, показывали, вот тут нарушение, здесь нарушение, и мне как раз ложилось, как у меня начало формироваться мировоззрение от всего этой жизни, я сразу начал видеть, что действительно, это же так и есть, вот это так и есть, так и есть, так все, все стало как будто, все, все приниматься, и дальше самый был жесткий вопрос, это крещение, пересмотреть свою жизнь. Оказывается, что все эти года ты не был крещённым, это большое было дело для меня. И я просто встал, помолился Богу. То есть я когда это узнал, стал молиться. И мне Бог сразу же положил на сердце, что это правда. Я стал изучать все, смотреть все каноны, все материалы. Ещё даже ваших материалов не было тогда. Я все стал смотреть и найти, чтобы найти хоть одно доказательство из-за того, что обливание здорового человека является действительным. Хоть одно искал. Георгий Максимов этому говорил, что действительно. Я стал искать у всех. Я не нашёл, чтобы хоть один святой отец, или один в Писании, или в каком-то каноне написано, что у человека ты он нормальный, здоровый. И просто по небрежению его облил, и это действительно нигде нет. Все святые отцы даже говорят, если больной он, тогда или отсутствие возможности. Это я видел. А вот то, что это недействительно, я нашёл очень много где. Это и в канонах церковных, 50-е апостольское правило. Если ты не в три трикратно погружён, да будет извержен священник, который так не погружал, не в три погружения. Ну я-то читал как? Я думаю, ну если не в три, ну это же не значит, что это недействительно. А потом я подумал, ну если не в три погружения, написано, а в одно, там написано, а в одно, но тут-то у нас ни одного погружения даже нет. Я начал читать толкование, я смотрю, Никодим Милош говорит, таинство действительно в силу правильного его исполнения. Там прямо написано так. И потому, говорит, извергается епископ, потому что оно недействительное крещение. Его извергают именно из-за этого. То, что крещение недействительно. И 47-е правило поясняет то, что если епископ или пресвитер делает второе крещение, он должен быть извержен. А если он признаёт недействительное за действительное, тоже извержен. И прямо там написано, что если не в три погружения, в толкованиях это везде есть. И всё, я понял, что я не крещеный. И стал свою жизнь рассматривать. И понял, что это показывает. И жизнь моя сама показывает на это. Я стал выходить соглашенными из храма. Смотреть уже Игнатию Тихоновичу ролики чаще. И так, между прочим, я с вами вышел на скайп, по-моему, но ещё не беседовал. Я переслал вам вот эту статью мою в защиту Владимира Главина. Но я не думал то, что вы на это внимание обратите и зачитаете. А вы не просто обратили внимание, вы ролик составили, где Владимир Пащенко, и вы зачитываете эту всю статью. Зачитали прям до конца её. И для меня такое впечатление произвело. Меня это уловило. То есть уловило. Я думал, как так? Я ничего вроде с вами не знаком. Вы сразу зачитали, целый час, там час целый, посвятили зачитку этой статьи. моей. Мне это, как бы, я был пойман этим самым. Ну и всё. Я-то с тех пор стал всё изучать, смотреть, читать. Я чувствовал, как меня наполняет очень быстро. Почти мгновенно. Любой вопрос сразу же у меня наполненный. Я всё как будто о нём знаю. Крещение, я всё знаю о нём. Допустим, по писанию. Я начинаю читать, я всё знаю уже. Я понимаю, что тогда, видимо, повлияло, что я читал, я и феофилакта болгарского читал до этого ещё. Я как на краю, ну как будто я в раю был, когда я этим занимался. Я читал. Я сейчас вспоминаю всё это. Я ещё до конца не пересмотрел, не осознал всю свою жизнь до этого. Я сейчас только это пересматриваю, всё. Ну и вот так пошло. Потом я вам позвонил, мы пообщались. И вы мне говорите, вы мне не сказали про бороду, но вы просто про кого-то рассказали, говорите, вот что он там заходил бритый. Ну мне не говорили, но я понимал, что это мне адресовано. А я уже понимал, что что-то не то. Что надо, ну то есть, что борода это Божья воля. Я тоже стал смотреть все материалы и не нашёл ни одного святого отца, который бы говорил, что брить бороду можно. Но нашёл много святых отцов и свидетельств, вот уже с ресурсов, где то, что бороду брить, это грех. Но я, когда это ещё понял, я стал молиться, потому что я не чувствовал силы это исполнить. На работе, как бы, ты как завязан везде. То есть, мир ещё с тобой дружит, ты ещё с миром дружишь, и тебе это чувствуешь, вот это всё, что, боишься разорвать его. Я тоже стал молиться Богу, и Бог мне дал три целых знамения, доказательств того, что это от Бога. Три. Я их уже описывал, это было так, что, ну то есть, мне и отцу там сон приснился. Я подумал так, что говорю, если бы у меня отец, вот думаю, вот они там в общине, они друг друга укрепляют, а если бы меня отец укрепил, то я сказал, сын, я тебя благословляю. Я бы думаю, вот тогда бы мне было хорошо, легко. Так отец у меня три дня не спал, он не знал об этом, что я так подумал, три дня он не спал. И говорит, я, говорит, три дня почему-то не спал, и у меня, говорит, сна не было. Но, говорит, как бы во сне, я так лежу в полудрёме, я вижу, говорит, тебя, и что тебе нужна какая-то помощь, и связано с своим внешним видом, с своим внешним видом. И там что-то, говорит, на работе. И я ему рассказываю об этом, и он, говорит, я тебя благословляю. Ну и всё, мне понятно становится. Я, с тех пор, я бороду уже не трогал, ни разу. Я сейчас не понимаю, как это может быть каким-то искушением, как это может быть сложно. Ты вообще даже, речи нет, да даже если тебя уволят, даже какая разница. Зато ты Богу служишь. Я тогда это не понимал, для меня это, тебе, ну, не было этого ничего. Сейчас даже смешно, это смешно и рассказывать даже, смешно слушать, думаю, ну как это может быть так. Никакой веры не было, получается. Но вот тогда Бог укреплял сильно. Ну и вот так мы с вами встретимся, встретились Игнат Тихонович. И у меня была чёткая мысль такая, что Сергей Парализованный, он тогда, вот тогда он как раз таки, вот этот наступил момент, когда он умер. У меня было чёткое внутри ощущение, что он какую-то частичку свою мне передал. но я никому об этом не говорил. Я просто думал, ну, может так кажется. Но вдруг были какие-то занятия, и вот он умер, когда, вы говорите, у него, говорит, книги 38 томов остались. Он их в библиотеку не передал. Ну, что-то не получилось. И говорит, у кого, говорит, нет книг? Ну, так вышло, что я сказал первый, я. У меня, говорю, нет. А Игнатих говорит, забирай все, все, которые есть. Я даже замолчал, даже мне нечего было сказать. Ну, и таким образом, у меня все книги 38 томов от Сергея Парализованный перекочевали ко мне. И этот был для меня ещё одним знаменем, показывающим, что я на правильном пути, что я там, где должен быть. И всё стало мне открываться, и мне стало всё открываться, что как будто это всё моё, я как будто это знал до этого уже. И у меня до сих пор такое ощущение. Вот так мы стали с вами уже знакомы. Я стал совершенно на всё по-другому посмотреть. Я стал благовествовать. Все грехи, которые тогда у меня были, у меня Бог их отнял. То есть, я даже не понимаю, как это можно... Я это всё стёр, как будто стёр, Бог у меня это стёр, как будто было не со мной, я даже не вспоминаю, как будто это было со мной. То есть, это было с другим человеком, каким-то другим. И вот, летом, я приехал на крещение с отцом, то есть, я отца, отцу стал показывать. Жена у меня, она со мной просто смотрела, я ей не говорил про крещение. Ну, то есть, я говорил, посмотри, у тебя что там по крещению? Не про покрытие головы, мы просто читали толкование вместе. И с какого-то момента, она вдруг заявила, я говорю, буду платок носить сама. Я ей это не принуждал её ничего. И она вначале надела платок у себя дома, а потом, через какое-то время, Бог вложил ей решимость уже всегда носить платок. И всё, она надела его, и с тех пор носит, и не снимает. Директор, когда услышал, говорит, мы с тобой ещё поговорим, я тебя приглашу ей. Но так ей ничего не было, не пригласил, и всё нормально, так и работает. Да и не страшно, даже если пригласит, ей вообще разницы нет сейчас. Совершенно она другой уже человек в этом смысле. Платья все выбросила, все эти штаны, все брюки, да, там, не знаю, или отдала, или я не помню. И всё. Вдруг отец у меня тоже, я отцу говорю, мы говорим, всё неправильно, всё не так. И он тоже сразу принял всё, всё, что я ему сказал. Говорю, мы Библию не знаем, мы Слово, а, и самое главное, что во мне изменилось, отношение к Слову Божьему. Я читал его, для меня вот это Слово, я учитаю, и так говорит Господь. И всё перекрывало, то есть вообще никаких доказательств не надо. Вот это ко мне пришло. Я молился Богу, чтобы Господь у меня не отнял, а усиливал. Я до сих пор молюсь об этом. Чтобы я не размышлял, имея в виду, не выставлял какие-то доказательства, а принимал, как Бог сказал. И это давало такую силу, я прям чувствовал, что ты как недосягаемый для всех становишься. Просто недостижимый для всех. Тебе не важны никакие не президенты, никто тебя, не наука никакая, тебя не может сбить, если ты веришь Слову Божьему. И Игнатий Тихонович, помню, тогда сказал, говорит, к нему подошёл какой-то профессор и говорит, а вы можете от себя сказать? А вы говорите, я помню ещё у вас в раю. Это вы подползали к нему, ко мне. И я тоже самое это всё ощущал неоднократно до сих пор от людей, то есть я стараюсь вот это не давать. Как только я даю мысль куда-то уходить, я чувствую, я теряю основу какую-то. А если ты по Слову Божьему, так говорит Бог, тебя Бог будет судить по Нему, по Слову Своему, то для тебя ничего другого нет, нет высшего авторитета. Это тоже я очень хорошо осознал и понял до конца. И вот эти стихи, всех мест Библии, которые строго меня коснулись, я понял, что это на мне отразилось. Это говорит, не вы меня избрали, а я избрал вас, чтобы нести и переносить плод, и чтобы плод в вас пребывал в век. Не вы меня избрали, то есть не я был, не я Бога избрал, а Он меня просто избрал, потому что я ничего этого, что я получил, я не достоин был. Но Бог посчитал меня для этого достойным и вложил всё, всё, что можно. Поэтому действительно, когда человек что-то пытается найти, что-то, я понимаю, что пока не будет рождения свыше, пока не будет избрания Божьего, Бог не изберёт тебя, Он так и будет куда-то туда-сюда скитаться. Ничего не поможет. Но до этого должен человек созреть ещё как-то. Бог доводит тебя до кондиций всякими обстоятельствами. Ты должен дойти до этих до кондиций. И когда ты доходишь, на какой-то критический точке стоишь, тогда Господь спускает тебя. И ты должен только сказать да, откликнуться. Решимость должна быть. Вот всё, что я получил, я бы не получил, если бы у меня не было решимости. То есть я тогда почувствовал решимость, что любое буду делать, только чтобы Богу угодить. Любое. И всё, я приехал, крестился, мы приехали назад, и первое было искушение у меня такое. Владимир Головин, который для меня очень, я его люблю, действительно, я от него много пользы получил. Он меня пригласил к себе приехать. И мы с отцом приехали. У нас была беседа около 6 часов вместе. И он мне предлагает работать у них там в фонде, и предлагает должность с большой заработной платой, должность директора фонда какого-то. А я такой активный, у меня энергии очень много по что-то делать, что-то делать для Бога. Я уже тогда с Инатий Тихоновичем тоже был знаком, уже, я уже там что-то занятие, не вел еще занятие, но участвовал активно. Он мне дает и говорит, вот тебе на раздумье, ну то есть ты подумай. Ну и я приезжаю, стою на молитву, у меня четкое осознание, то что это искушение идет после крещения. То есть я могу, что я чувствую, что если я приму это, то я теряю свободу во Христе, ту, которую я получил здесь. Тут у меня полная свобода, нет ни имен, у меня авторитетов никаких нету, строго по слову Божьему. А там все, я понимаю, ты в рамках тут, и во-вторых, деньги, откуда это все идут, неизвестно. Тут Игнатий Тихонович и Библия говорит, собственным трудом в поте лица. И я представляю, я помню, я это представляю, и у меня на душе хорошо, легко, что я не согрешаю, я как Бог сказал. А тут не поймят, с чего, с чего ради, тут тебе платят деньги какие-то. Ну, тут нету, но зарплата как бы большая, обещается. Я Игнатию Тихоновичу написал, он меня подкрепил, и отцу спросил, я отца точно такое же однозначное мнение. И мы отказываемся от этого и предложение. И я до сих пор ни на секунду это не пожалел об этом. Ну, и с тех пор я уже в группе, потом стал и занятия вести, и Бог меня наполнял, наполнял, наполнял постоянно. Там стал рано вставать. Чтобы рано вставать, я штурмовал три, ну, два года штурмовал, штурмую, все-все-все, встаю, несколько месяцев, потом опять позже встаю, потом опять штурмую, опять позже встаю. И последнее Господь сделал, что уже последнее, может быть, месяцев восемь, может, сколько, я всегда рано встаю, и я даже не понимаю сейчас, как можно вставать не рано, как можно в разное время вставать, тоже не понимаю. Утвердил Господь. Я благодарю Бога за все, что в меня вложил, влил, и тех людей, которые в этом поучаствовали. Те люди, которые до этого были мне духовным отцом и духовными людьми, они все, после того, как я уверовал по Евангелию, вот уже встретившись с проповедью, они все от меня отошли. Притом так, что некто мне говорил, отойди от меня сатана. Я спрашивал, вот по бороде, допустим, я с духовным отцом своим бывшим советовался, я говорю, вот так-то, так-то, борода, вот так Господь велел, а на работе нельзя. А он говорит, ты же, когда устраивался на работу, ты же подписывал, что будешь выполнять все их правила. Ну, там не написано было насчет бороды так-то. Ну, то есть, он меня склонял, чтобы я ее сбрил. И я ему ответил на этот вопрос, я говорю, отойди от меня сатана. Я не объедить его не хотел, я до него благодарен, я от него узнал о Святой Троице, о Боге, но он отошел к меня, я считаю, то есть, у меня очень хорошие к нему отношения, и он ко мне хорошо, я знаю, но нам лучше не общаться. Я понял, что Бог так сделал, что нам лучше разойтись было. И мы до сих пор как бы не общаемся, но я его люблю, он меня любит, моемся друг за друга. Ну, вот такое произошло. И все, все, все друзья, все, все контакты, все у меня отошло. И появились, я получил в сто раз больше, в сто раз, действительно. Там у меня, ну, три-четыре друга, сейчас у меня очень много, я общение там, в группах, везде, сто человек примерно, и все друзья, все, многие братья, и здесь, сколько людей стали приходить, я другую жизнь узнал. Вот до 29 лет у меня была одна жизнь, после 29 лет на 100% другая. И она до сих пор идет. Я благодарю Бога за все, за то, что Он мне сейчас дал. И только молюсь, чтобы все это сохранить, иметь рассуждение, не уклониться, и не быть, не попасть, ни чтобы не похитил меня сатана из руки Господа, моего Иисуса Христа. Аминь. А то, что ты вот приезжаешь сюда, тебя это не разочаровывает, то, что ты получил теоретически, а теперь на практике видишь, может быть, и не то совсем, и поведение, наша, столько работы много. Нисколько. Я себе уже давно положил, что каждый мой отпуск я буду приезжать, у меня другого нету, потому что в другом месте пропасть, я знаю то, то знаю, и поэтому это, это райское, райское, да, кто не знает, то я знаю то, там только смрады погибли, все остальное, а это жизнь вечная. Если я вас сейчас оставлю, отключите там у меня, все, переключите. Я вас оставлю один, Спасибо.